Здорово, землянин! Привет всем должникам, всем тем, кто попал в просрочку, всем тем, кто выбирается из нее. Меня зовут Евгений, и сегодня мы будем говорить о творчестве Леса Клейпола. Аааа, нет! Мы сегодня будем говорить про компанию Алиам. Хочу сказать сразу, я не буду сейчас тут рассказывать о том, какие они плохие, или о том, какие они хорошие. Просто это видео будет взглядом человека, который внутри этого находится. Взгляд изнутри. Как это называется? Объективное мнение, да? Объективное мнение, наверное. Ну, немного о себе. Живу я на юге, в Ставропольском крае, на самом востоке Ставропольского края. Работаю электромонтером, там автоэлектрика, чуть-чуть диагностикой занимаюсь. С Кузнецом лично я не знаком. Ну, зато знаком с результатами его работы. Ну, сейчас вот по порядку все. Я когда под защиту становился, ва-ля, ну, я метался, стоит, не стоит. Что, вообще, почему решил? Ну, что заебало. Заебало жутко. Система эта. Сначала брал реструктуризацию, что-то на полгода там. Ничего она не поменяла, она только ухудшила мое положение. Увеличился срок кредита, вырос ежемесячный платеж. Начал просить вторую, ходил там, клянчил что-то. Сейчас вот вспоминаю себя, да. Меня там называли в банке плохим клиентом, который вышел из доверия. И нет. Вот давайте нам только деньги, никакой вам реструктуризации. Чуть ли не идите нахуй. Ну, от темы отошли. Я когда становился, да, метался. Метался, хотел найти отзывы. Нигде нету, ни на ютубе. Что вообще сподвигло? Ну, да, вот отсутствие отзывов. И вообще, сколько нас, сколько нас таких, которые под защитой именно валями стоят. Что, я один такой? И недавно попался на глаза ролик, что-то финансовые байки. Не буду говорить, кто, не буду говорить о чем там, кто в теме, наверное, видел его. Ну, давай по порядку. Что мне дала эта финансовая защита? Вот скажу сразу, пытался сам. Пытался сам, что-то залез в эти законы, начал читать их, да. И через минут 15 так сказал, ну его нахуй. Это нереально. Если у тебя нету к этому хотя бы интереса, да, хотя бы вот какой-то тяги, ты в этом не разберешься. Если тебе кажется, что ты все понимаешь, ну дай бог. Ну, не знаю. А мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом. Как там? Кесарево, Кесарево, Богу, Богово. Значит, что мне дала эта защита? Значит, в первую очередь пришло понимание ситуации. Скажу сразу о том, что говорит Кузнецов в своих видео. То, что вам касается права в нашей стране. Она имеет заявительный характер. Это да. Это так. Значит, что? Пришло понимание ситуации. Пришло понимание ситуации, ушел страх. То есть, не просто я взял и поверил там ему, да, что вот да, вот он говорит так, значит так. Нет. Это подтверждается в процессе. Да, вот не поленись, подними свою жопу, почитай. То, что вот эти ссылки на законы, да. Пришло понимание, ушел страх. И ушел безвозвратно. То есть, уже мнение ты уже не поменяешь, понимаешь. Если внимательно вчитаться, вдуматься. Ну что, пришел. Страх уходит. В ходе страха, ну, начинает звонить банк. Начинают звонить, звонить. Возможно, это банк. Возможно, это коллекторы звонят. Звонят по 4, по 5 раз в день. Спрашивают одно и то же. Пьют кровь, в общем. Начинают пить кровь и трепать тебе нервы. Где-то там спокойно я с ними разговаривал. Где-то срывался. Они у меня там, ну, там, у больного. Много таких роликов возьми, почитай. То есть, Кузнецов говорит правильно. Это ты должен сам, ты должен сам себя от них защитить. Он не придет тебе, не поругает этих коллекторов. Они не говорят ни адреса, там, ни своих данных. Они отказываются говорить. Требуют только твои данные. Ну, смело можно их посылать. Можно вежливо, можно прямо, по тексту прямо. Что дальше? Значит, два судебных приказа. Буквально вот я встал под финансовую защиту. И чуть ли не на следующий день эти финансовые судебные приказы вышли. Я узнал об этом, когда они были в юридическом отделе. Там, в процессе просто знакомые появляются то там, то там. Скажу, хочу тебе сказать сразу, что на жопе тоже сидеть. Не надо то, что вот я деньги плачу. Там вот Кузнецов такой хороший юрист, он все сделает. Нет. Ты тоже должен двигаться. Ты тоже должен двигаться. И тоже что-то делать. Как он говорит, хотя бы не бояться их. Ни судей, ни приставов. Значит, вышел этот судебный приказ. Без моего ведома, естественно. Я пришел, мне дали бумажечку, то, что вот истек срок хранения письма. Вы за ним не пришли, Евгений Александрович. Поэтому вот мы без вас. Но это понятно. Все это в рамках как бы. Отсканировал, отправил. Отреагировали быстро. Юристы отреагировали быстро. На следующий день буквально в ящике уже лежало ходатайство. Претензии. Ходатайство и возражения. Отнес, отменили судебный приказ. Быстренько взял, пока еще копия, там в силу не вошел. Пошел к судебным приставам. Отдельно хочу сказать то, что он говорит про судебный приставов. Не надо от них прятаться. Не надо от них прятаться. Обычные люди пришел. Почему-то одни тетки сидят. И глаза как у дохлых коров. Они замученные там. Наверное, работы много. Пришел, вот показал им определение. То, что судебные приказы отменили. У них-то еще этих судебных приказов нет. Это, чтобы дело производства открыть. А я уже... Вот у меня уже отмена в руках. Все. Вот пока только на этом этапе. Вот пока на этом этапе. Ну, пока претензий нету к ним. Я, наверное, буду периодически выкладывать, когда что-то будет меняться. Я буду выкладывать видео. Будем общаться по этому поводу. Пишите в комментариях, кто еще состоит под защитой. Давайте как-то, не знаю, делиться там опытом. Ну, да, опытом. В общем, это мое первое видео вообще в жизни. Я выкладываю. Ну, пока так. Пока так, в общем. Буду ждать. Комментариях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok